Слава Бахмутов У нас больше 200 тысяч бизнесов и огромное количество файлов и трафика. Концептуально архитектура Dropbox — это два больших куска. Первый кусок — это сервер метаданных. В нем хранится информация о файлах какая-то, связи между файлами, информация о пользователях, какая-то бизнес-логика. И связано это все с базой данных. Второй большой кусок — это блочный сторож, в котором, собственно, хранятся ваши данные. И изначально, в 2011 году, все данные хранились в Амазоне, на Amazon S3. В 2015 году, после того, как нам удалось все экзобайты перекачать к себе, мы рассказали о том, что мы написали свой собственный облачный сторож, назвали его Magic Pocket. Он написан, большей частью, на Go, чуть-чуть на Rust и достаточно много на Python. И, собственно, архитектура Magic Pocket, он, во-первых, кросс-зонный. Соответственно, у нас есть несколько зон. В Америке это три зоны. Зоны объединены в Pocket. Есть Pocket и в Европе, и Pocket в Европе и американской не пересекаются, потому что Европа, как и любое продвинутое государство, не хочет, чтобы данные жителей Европы были в Америке. Соответственно, вот зоны, они между собой реплицируют данные. Внутри зоны есть ячейки, есть мастер, который управляет этими ячейками, есть какие-то репликации между зонами. В каждой ячейке есть некий Volume Manager, который следит за серверами, на которых, собственно, хранятся эти данные. Там достаточно большие сервера. На каждом из серверов все это объединено в Bucket. Bucket — это один гигабайт. И мы оперируем Bucket, когда перекидываем данные куда-то, когда что-то удаляем, очищаем, дефрагментируем, потому что сами блоки данных, которые мы сохраняем от пользователя, для них 4 мегабайта, а оперировать 4 мегабайтами — это очень сложно. Но я не буду рассказывать про компоненты MagicPocket, потому что, во-первых, они описаны все у нас хорошо в техническом блоге, и вы можете ознакомиться с этим. Я буду рассказывать про архитектуру с точки зрения сырье. А с точки зрения сырье очень важно — это доступность и сохранность данных. Вот эти два слова. Что такое доступность и сохранность? Доступность — это достаточно сложное понятие, и для разных сервисов оно вычисляется по-разному, но обычно это что-то вроде количество выполненных запросов, отношение количества выполненных запросов к общему количеству запросов. И описывается оно обычно девятками. Три девятки, четыре девятки, пять девяток. Но по сути это некая функция от времени между катастрофами или какими-то проблемами ко времени, за сколько вы почините эту проблему. Не важно, вы почините это в продакшене или вы откатите на предыдущую версию. Вот такая функция по сути. Что такое сохранность? Как мы обычно вычисляем сохранность? Вы берете какие-то данные, неважно, это данный файл или база данных, сохраняете их на жесткий диск. И, скорее всего, мне сложно об этом упоминать, но вы должны дождаться, пока они синхронизируются на диск. И это смешно, но много людей на самом деле пользуются на скейле решений, которые пропускают просто этот шаг. Как высчитывается? Есть IFR, это годовая частота ошибок для дисков. Есть различные статистики по тому, какие ошибки бывают, насколько часто бывают ошибки в тех или иных жестких дисках. Вы можете ознакомиться со всеми этими статистиками. Дальше вы можете реплицировать ваши данные на разные жесткие диски, чтобы повысить вашу durability. Вы можете использовать RAID, само собой. Вы можете реплики держать на разных серверах. Можете держать реплики даже в разных дата-центрах. И если вы посчитаете цепочками Маркова насколько вероятность потери одного байта, то у вас получится какая-то цифра вроде 27 девяток. То есть даже на масштабах друбокса, где у нас экзабайты данных, мы не потеряем ни один байт в ближайшем будущем никогда практически. Но все это эфемерно на самом деле. Любая ошибка оператора, либо логическая ошибка в вашем коде, и данных нет. Как же на самом деле мы улучшаем доступность и сохранность данных? Я разделяю это все на вот такие четыре категории метода. Это изоляция, защита, контроль и автоматизация. Автоматизация здесь очень важна, несмотря на то, что предыдущие докладчики говорили, что они не верят в нее. Собственно, изоляция. Изоляция, она тоже может разделяться. Это физическая, логическая, эксплуатационная. Физическая все очень просто. На масштабах Dropbox или компаний вроде Dropbox нам очень важно общаться с дата-центром, чтобы все наши сервисы, то есть мы должны знать, как наши сервисы располагаются внутри дата-центра, как к ним подводится энергия, какая доступность сетевая у этих сервисов, потому что мы не хотим в одной стойке держать сервисы баз данных, которые нам нужно постоянно бэкапить. Допустим, каждый бэкап у нас там 400 мегабит, и, соответственно, у нас канала не хватит. И, по сути, чем ниже вы спускаетесь, точнее, чем глубже вы уходите в этот стэк, тем дороже ваше решение, и тем оно становится сложнее. И как низко спускаться, как низко падать, это уже ваше решение, но, само собой, вы не должны класть все реплики вашей баз данных в одну стойку, потому что энергия отключится, и у вас баз данных нет больше. Можно посмотреть на это все в другом измерении с точки зрения производителя оборудования. Очень важно пользоваться разными производителями оборудования, разными прошивками, разными драйверами. Почему? Потому что хоть производители оборудования говорят, что их решения надежны, но на самом деле они врут. Это не так. Слава богу, они еще не взрываются. Исходя из всего этого, очень важно какие-то критические данные класть не только у себя где-то в бэкапах на своей инфраструктуре, но и где-то во внешней инфраструктуре. Например, если вы в облаке Гугла, то вы в облако Амазона кладете какие-то важные данные. Если вы в Амазоне, то в Гугл или в какое-то свое решение. Потому что если ваша инфраструктура погаснет, то бэкапов вам взять будет неоткуда. Логическая изоляция. Про логическую изоляцию практически все все знают. Основные проблемы на то, что если у вас один сервис начинает создавать какие-то проблемы, то у вас другие сервисы тоже начинают испытывать проблемы эти. И если какой-то баг у вас был в коде у одного сервиса, то этот баг начинает распространяться на другие сервисы. У вас начинают поступать неправильные данные. Как с этим справиться? Все знают это слово. Это все из университетов. Это слабая связанность. Но это очень редко работает. Есть такие системы, которые очень сложно… Они не слабо связаны. Базы данных — это ZooKeeper. Если нагрузка пошла большая на ZooKeeper, и у вас кластер Quorum упал, то он весь упал. Ну так бывает. С базами данных примерно то же самое. Если большая нагрузка на мастер, то скорее всего весь ваш кластер упадет. Что мы сделали у нас? Это вот такая высокоуровневая диаграмма нашей архитектуры. У нас есть две зоны, и между зонами мы сделали очень простой интерфейс. Это вот практически put и get. Это именно для сториджа. Это очень сложно было для нас, потому что нам хотелось что-то сделать сложнее. Но это очень важно. Почему? Потому что внутри зон все очень сложно. Там и ZooKeeper, там и базы данных, там какие-то Quorum, не Quorum. Очень сложно. Это периодически падает. И падает оно прям все сразу. Соответственно, чтобы оно не захватило остальные зоны, вот между ними есть вот этот простой интерфейс. Когда одна зона падает, скорее всего вторая зона будет работать. Эксплуатационная изоляция. Как бы вы хорошо не раскидали ваш код по разным серверам, как бы вы хорошо логически его не изолировали, всегда найдется человек, который сделает что-то не так. Вот, например, был пример, вчера я спрашивал как раз у ВКонтакте, в Одноклассниках была проблема с тем, что человек раскатал на все сервера Bash Shell, в котором что-то не работало, и вот все сервера отключились. Вот такие проблемы тоже бывают. Еще шутят, что если бы все программисты, сисадмины взяли прямо и ушли куда-нибудь отдыхать, то система бы работала гораздо стабильнее, чем когда они работают. И это действительно так. Во время фризов многие компании имеют такую практику и практику делать заморозку перед новогодними каникулами, система работает гораздо стабильнее. Ну и контроль доступа. Собственно, релиз-процесс, до этого все уже рассказывали, все очень просто. Вы сначала все это активно тестируете, потом вы все это тестируете на стейджинге, которым пользуется, например, ваша компания. А потом вы, как мы делаем, мы выкладываем все изменения только в одну зону. И как только в этой одной зоне мы удостоверились, что все нормально, то мы можем разложить на остальные две зоны. Если что-то ненормально, мы можем среплицировать данные обратно из тех двух зон. Это что касается сторожа. Если у вас продуктовые сервисы, продуктовые сервисы мы постоянно обновляем раз в день. Как же нам нужно защищать наши данные? По сути, это валидация операций, это возможность восстановить эти данные, и это тестирование. Что такое валидация операций? Самый большой риск для системы — это оператор. есть такая история про, я не помню, Маргарет Гамильтон, которая работала в программе Аполлон. И в какой-то момент, когда они что-то тестировали, к ней пришла дочка, и во время тестов она какой-то рычажок повернула, и вся система навернулась. По сути, этот рычажок что делал? Он просто очищал систему навигации вот этого Аполлона, с челнока. Ну и, собственно, Гамильтон обратилась в НАСА, сказал, что есть такая проблема, давайте сделаем какую-то защиту на то, что если корабль летит, не будем очищать данные в этом корабле. Но в НАСА сказали, что у нас астронавты суперпрофессионалы, и они никогда этого не сделают, они никогда не повернут эту ручку. Ну, как бы в следующем полете в Аполлон-18, прямо вот после этого случая, один из астронавтов нечаянно эту ручку повернул, и все почистилось как бы. Хорошо, что у них было четкое описание этой проблемы, и они смогли восстановить эти навигационные данные. Собственно, у нас был похожий пример. У нас есть такой инструмент, называется GSH. Это такой distributed shell, который позволяет выполнять команды на множестве серверов. И, по сути, вот в этой команде нам нужно выполнить на серверах memcash, которые находятся в состоянии reinstall. То есть они уже не работают, и нам их нужно обновить. Нам нужно выполнить скрипт, апгрейд и саша. Обычно это все делается автоматически, но иногда вот нужно вручную так сделать. Видите здесь какую-то проблему? Что? Да. Проблема в том, что нужно было сделать это все в кавычках. Правильно? И так как это все без кавычек было, то у нас для всех memcash установился аргумент lifecycle reinstall, и они все перезагрузились. Соответственно, это не очень хорошо сказалось на сервисе. Правильно? Оператор не виноват, потому что если что-то можно поломать, но всякое бывает, копипест и сервер недоступен. Что мы сделали? Мы поменяли синтаксис этой команды, чтобы не было больше таких проблем. Мы запретили выполнять деструктивные операции на живых сервисах. То есть нам ни в коем случае нельзя перезагрузить базу данных, не остановив ее, не убрав ее из продакшена. Также с memcash'ами, со всеми другими сервисами. Ну и, соответственно, все такие операции мы стараемся оптимизировать, автоматизировать. То есть в эту операцию мы добавили два dash'а, два слыш'а в конце, и после этого уже вы можете указывать свой скрипт. Как бы такой маленький фикс позволил нам избегать таких проблем в дальнейшем. Второй пример — это, например, SQL-alchemy. Я не знаю, кто-то работал здесь, я думаю, работали. Это такая библиотека для питона, для работы с базами данных. И в ней для апдейта, инсерта, делита есть такой аргумент, where-clause называется. И, собственно, в нем вы можете указать, что вы хотите удалить, что вы хотите заапдейтить. Но если вы передадите туда не where-clause, а where, ну почему where-clause? Я не знаю, почему where-clause. то SQL-alchemy ничего не скажет. Он просто удалит все без where. Как бы это очень большая проблема. Соответственно, у нас есть какие-то сервисы, например, Proxy SQL. Это такой прокси для MySQL, который позволяет нам запретить многие операции деструктивные, например, drop table, alter'ы какие-то, потому что alter'ы мы применяем иначе немножко. Ну, нам нельзя применять alter'ы на базах данных, которые реплицируются. Updates без where и прочие операции. Также в этом Proxy SQL можно сделать троттлинг и для тех запросов, которые мы не знаем, ограничить количество этих запросов, чтобы какой-то умный запрос не положил нам мастер нечаянно. Что касается валидации операции восстановления. Очень важно не только создавать бэкапы, а проверять, что эти бэкапы восстановятся. Это как бы очень важная мантра. И вот Facebook недавно выложил статью, где они рассказывают о том, как они постоянно делают бэкапы и постоянно восстанавливают из этих бэкапов. У нас, по сути, все то же самое. Вот, например, это пример из нашего оркестратора. За какой-то короткий отрезок времени видно, что у нас постоянно делаются клоны баз данных, потому что у нас на одном сервере до 32 баз данных расположены. Мы постоянно их перемещаем, эти баз данных. Поэтому у нас постоянно происходит клонирование, постоянно промоушены идут, мастеры на слейв и так далее. И огромное количество бэкапов. Мы бэкапимся к себе, мы бэкапимся в S3. Но у нас также постоянно происходит рекавери, потому что если мы не проверим, что у нас каждая база данных, которую мы запкапили, может восстановиться, то, по сути, у нас этого бэкапа нет. Ну и тестирование. Все знают про тестирование, что оно полезно, что полезно юнит-тестирование, полезно интеграционное тестирование, огромное количество докладов по этому. Но с точки зрения доступности, тестирование — это вот этот MTTR, время для восстановления, оно, по сути, равно нулю, потому что вы этот баг нашли не в продакшене, а до продакшена и пофиксили его. Соответственно, availability не прогнулась. Так что это тоже очень важно. Собственно, контроль. Кто-то всегда напортачит. То есть всегда либо программисты, либо операторы что-то сделают не так. И это не проблема, и нужно просто иметь возможность исправлять это все. Не только исправлять, но еще и находить. Собственно, у нас для сториджа существует огромное количество верификаторов. Но их на самом деле 8, но я здесь нарисовал всего 5. Эти все верификаторы, у нас кода верификаторов больше, чем кода самого сториджа. У нас 25% трафика внутреннего — это верификации какие-то. Соответственно, например, на самом низком уровне работает диск-скраббер-верификатор, который просто читает блоки с жесткого диска и проверяет контрольную сумму. Почему мы это делаем? Потому что жесткие диски врут, смарты врут. Производителям невыгодно, чтобы смарт находил ошибки, потому что им приходится возвращать эти жесткие диски. Поэтому нужно проверять это всегда, абсолютно всегда. Соответственно, как только мы видим какую-то проблему, мы пытаемся восстановить эти данные. Дальше у нас есть трэш-инспектор. Когда мы что-то удаляем, либо перемещаем, либо что-то делаем деструктивное с данными, мы сначала кладем эти данные в некую корзину и потом проверяем эти данные, что действительно мы хотели удалить эти данные через какое-то время. Она там хранится, допустим, две недели. Соответственно, у нас capacity на вот это время двухнедельное удаленных данных, мы тратим на это деньги, но это очень важно. Мы также постоянно, например, часть трафика, который приходит в storage, мы его сохраняем в кавку, эти операции, а потом эти операции повторяем уже на storage. Мы обращаемся к storage как к blackbox, и мы хотим посмотреть, что те данные, трафик, который пришел, они действительно там есть в этом storage. Те, которые записались, мы их можем забрать. Это как раз наибольшее количество трафика создает. Мы постоянно проверяем, что данные, среплицированные с одного сторожа в другой, они соответствуют друг другу. То есть если данные есть в одном storage, они обязаны быть среплицированы в другом storage. В общем, верификаторы — это прям очень важно, если вы хотите добиться durability высокого и качественного. Также очень важно знать, что верификаторы, которые вы не протестировали, они, по сути дела, ничего не верифицируют. Вы не можете сказать, что они действительно делают то, что вы хотите. Поэтому очень важно проводить disaster recovery тестирование. Что это такое? Это когда вы, например, берете и полностью отключаете какой-то сервис внутренний, от которого зависят другие сервисы. Смотрите, смогли ли вы вообще определить, что у вас что-то не работает, либо вы считаете, что все отлично. Смогли ли вы как-то среагировать на это быстро, то есть починить, восстановить это все. И это очень важно, потому что мы ловим проблемы в продакшене. Продакшен, как говорили предыдущие докладчики, отличается от стейджинга, от кеннери, потому что там совсем другой трафик. У вас просто инфраструктура другая. Например, у вас в стейджинге может быть на одном раке одно количество сервисов, и они разные. Например, там сервис веб-сервис, база данных, storage. А в продакшене это может быть совершенно другая. То есть, например, у нас была такая проблема, что из-за того, что у нас база данных стояла с веб-сервисами, то мы не могли вовремя ее сбэкапить. Соответственно, за этим тоже нужно следить. Очень важно доказывать наше суждение. То есть, суждение что значит? Это значит, что если что-то упало, и мы знаем, как это восстановить, мы написали этот скрипт, мы должны доказать, что если что-то упадет, то это действительно произойдет, потому что, опять же, код меняется, инфраструктура меняется, и как бы все может поменяться. Ну и плюс это спокойствие для дежурных, потому что дежурные, они не спят, дежурные не любят просыпаться ночью. Это очень плохо для дежурных. Они проблемы какие-то испытывают после этого. И это как бы абсолютно точно доказанный факт, психологи изучали это. Соответственно, дежурные точно знают, что какая-то сейчас проблема возможно будет, они к этому готовы. Они знают, как там что-то восстановить в случае реальной проблемы. Ну, это нужно делать регулярно и в продакшене, само собой. Собственно, автоматизация, про которую говорилось, это самая такая важная вещь, потому что ребята говорили, что они не верят в автоматизацию, в нее можно верить или не верить, но когда у вас количество серверов растет линейно или даже не линейно, а экспоненциально, то количество людей не рождается линейно. То есть они рождаются, учатся, но с какой-то периодичностью, правильно? И вы не можете увеличивать количество людей равносильно количеству ваших серверов. Поэтому вам нужна какую-то автоматизацию, которая будет выполнять работу за этих людей. Собственно, что такое автоматизация? В автоматизации очень важно собирать метрики с вашей инфраструктуры. Я практически ничего не говорил про метрики в своем докладе, потому что я считаю, что метрики — это ядро вашего сервиса, и про него вообще упоминать не надо, потому что это самая важная часть вашего сервиса. Если у вас нет метрик, вы не знаете, работает ваш сервис или нет. Поэтому очень важно эти метрики собирать. Очень важно метрики собирать очень быстро, потому что, например, если вы собираете метрики раз в минуту, то, по сути, у вас проблема, может быть, минута, а вы даже про нее не знаете. И очень важно очень быстро реагировать. Если это реагирует человек, то, по сути, у нас, например, минута прошла, когда у нас что-то случилось, что-то там закладывается на то, что, возможно, это баг был в метрике, к вам приходит алерт. На алерт вы реагируете, допустим, у нас в полисе в течение пяти минут. Вы должны акнуть этот алерт и начать что-то делать. Вы начинаете что-то делать, вы начинаете разбираться, и, по сути, у вас проблема решается в среднем минут 15-10. Где-то так, в зависимости от проблемы. Соответственно, автоматизация позволяет вам ускорить это. Ускорить даже не в том плане, что она решает эту проблему, она позволяет вам ускорить в том плане, что она дает вам сразу информацию об этой проблеме. Возможно, она исследует эту систему до того, как вы займетесь решением этой проблемы. У нас есть такой инструмент, называется Naura, параноидальная автоматизация. Наверное, здесь ничего не видно, я рассмотрю подробнее. По сути, из каких компонентов она состоит? Она состоит из неких алертов, которые приходят. Это может быть вообще простой питоновский скрипт, который коннектится к серверу, проверяет, что он доступен. Это может быть из Nudges, приходит Zabbix, и неважно, что вы используете. Главное, чтобы это приходило быстро. Дальше мы должны понять, что с этим делать. Мы должны как-то продиагностировать это. Например, если сервер недоступен, мы должны попробовать подключиться по SSH, проверить. Подключиться по IPMI, посмотреть, если нет ответа, если он там завис, либо еще что-то. В зависимости от этого вы приписываете какое-то лечение. Дальше обязательно, когда вы пишете автоматизацию, сначала все проходило через оператора. У нас есть полиси, что мы любую автоматизацию примерно 3-6 месяцев, она решается через операторов. Соответственно, мы собрали всю информацию о проблеме, и оператору вываливается эта информация, что вот такой-то сервер недоступен, по такой-то причине что делать? Оператор обладает знаниями очень важными. Например, он знает, что сейчас происходит какой-то outage, какая-то проблема у вас с сервисом. Он, например, знает, что этот сервер нельзя перезагружать, потому что на этом сервере, например, еще что-то запущено. И вот это еще что-то запущено нельзя просто так перезагрузить. Его нужно как-то хитро перезагрузить. Поэтому каждый раз, когда оператор встречается с какой-то проблемой, он вносит улучшение в этот скрипт автоматизации, с каждым разом он становится все лучше. Здесь существует большая проблема — это лень операторов. Они начинают автоматизировать автоматизацию. Они автоматически вставляют yes сюда. Поэтому некоторое время мы писали не yes, но а да, я действительно хочу то-то, то-то в разном регистре, рандомно проверяли, что это консоль действительно. Это очень важно. Очень важно некие хуки еще иметь, потому что не все всегда можно реально проверить. И хуки могут быть очень простыми. Например, если это звукипер, на этом сервере запущен звукипер, то нам нужно проверить, что все члены группы там, допустим, работают каким-то образом. Здесь ошибки написаны, это нереальный скрипт, поэтому не думайте, что он работает на самом деле. По сути, мы просто проверяем что-то. Эти хуки, они расположены по всему флоу, то есть везде после алертов есть хуки в диагностическом плагине и так далее. Для вашего сервиса вы можете создать свой хук какой-то. Но, собственно, дальше идет решение проблемы. И решение проблемы очень простым может быть просто взять и перезагрузить это сервер, запустить там пупит, чиф, не важно, что вы там делаете. Вот это Naoro. Это reactive remediation, который позволяет нам реагировать на события очень быстро и чинить их очень быстро. Соответственно, есть open-source решения. Это самое популярное, это StackStorm от русских ребят. Я не знаю, где они расположены. Где-то в Сибири, по-моему. Ну, неважно. У них очень хорошее решение, достаточно популярное. Также вы можете это сделать какими-то своими решениями, вроде Riman, Ops Engine и так далее. Наверное, там есть какие-то плагины для каких-то ваших систем, которые позволяют это делать. Есть решения проприетарные от Facebook, это FBAR и NURSE от LinkedIn. Они закрыты, но они постоянно рассказывают про эти решения. Вы можете послушать доклады. Например, у Facebook очень интересный недавно был доклад про то, как они решают проблему переноса всей стойки через свой инструмент. Но автоматизация бывает не только реактивная, которую нам нужно решить здесь и сейчас, но и автоматизация, которую нам нужно сделать за какой-то долгий промежуток времени. Например, нам нужно обновить 10 тысяч серверов, перезагрузив их каждый. Например, обновив драйвер, обновив ядро, еще что-то сделать. Соответственно, это может занять достаточно большой промежуток времени, месяца, год и так далее. И в реактивной системе вы не можете это постоянно контролировать. Поэтому у нас есть еще такая система, называется Wheelhouse. Есть схема, как она работает, примерно я выложил по этой ссылке. Можете открыть, если хотите, stm.slash.dropbox. Но я примерно сейчас расскажу, как что там. По сути, например, у нас есть кластер базы данных, у которого есть один мастер, мастер A. Есть два слоева. И нам нужно заменить этот мастер. Например, мы хотим обновить ядро. Чтобы его заменить, нам нужно, по сути, запромоутить слейв, депромоутить тот мастер, удалить его. И у нас еще требование из друбокса, что у нас в кластере всегда должно быть два слоева. Ну, для этой конфигурации конкретно. Соответственно, у нас есть некое состояние этого кластера. То, что у нас хост A находится в продакшене, то, что он мастер, то, что он еще не освобожден. И количество слоев у нас два, но нам нужно три для этой операции. У нас есть некая стейт-машина, которая все это делает. Здесь плохо видно. Если увеличить, мы видим, что из replace loop, вот эта синяя стрелочка, мы видим, что наш сервер находится в продакшене, и нам не хватает слейвов, и мы переходим в состояние выделить еще слейвы. Мы переходим в это состояние, мы инициируем работу создать новый клон этого мастера, новый слейв. Это запускается где-то в оркестраторе, мы ждем. Если работа завершена, и она не сфейлилась, то мы переходим в следующее состояние. Если сфейлилась, мы в фейлор состояние переходим и что-то делаем еще. Дальше мы добавляем этот хост в новый slave production, тоже инициируем в оркестраторе эту работу, тоже ждем, и возвращаемся в replace loop. Соответственно, теперь у нас примерно вот такая схема. У нас один хост — это мастер, есть три слейва. Соответственно, мы удовлетворяем условия, что нам хватает слейвов. И после этого мы переходим в другое состояние. Состояние называется promote. На самом деле это depromote. То есть нам нужно мастер сделать слейвом, а какой-то слейв мастером. Соответственно, тут все то же самое. Добавляется работа в оркестратор, проверяются условия и так далее. Остальные шаги примерно такие же. Мы после этого удаляем мастер из продакшена, убираем с него трафик, удаляем мастер в инсталлятор, чтобы люди, которые занимаются этим сервером, могли что-то обновить на нем. И этот блок, он очень маленький такой, но он участвует в других блоках, более сложных. Например, если нам нужно перенести целую стойку в какую-то другую стойку, потому что, например, драйвера на свитчах меняются, и нам нужно просто всю стойку отключить, чтобы перезагрузить свитч. Соответственно, у нас много таких описано диаграмм состояния для разных сервисов, как их гасить, как их поднимать. И это все работает, потому что, в принципе, это даже можно математически доказать, что у вас система будет в рабочем состоянии всегда находиться. Почему это сделано через STM, а не как-то в режиме процедур? Потому что, если это долгий процесс, например, клонирование может занимать час или что-то вроде этого, у вас может случиться что-то еще, и у вас состояние вашей системы изменится. В случае с машинным состоянием вы всегда знаете, какое состояние, и знаете, как реагировать на это все. Соответственно, мы переиспользуем это в других проектах. В общем, вот это четыре метода, которые вы можете использовать, чтобы улучшать доступность и сохранность ваших данных. Я не рассказывал про конкретные решения, потому что, как в любой большой компании, мы пишем всегда все свои решения сами. Мы, конечно, используем какие-то стабильные блоки, например, для баз данных мы используем MySQL, но сверху мы навернули свой графовый сторож, допустим. Для репликации мы использовали SimiSync, но сейчас у нас там своя репликация на базе, ну что-то вроде Apache Bookkeeper, если кто-то знает. И CrocsDB мы тоже используем. То есть такие какие-то блоки мы используем, но в целом все решения у нас свои, поэтому я как бы не упоминал про них, потому что они, скорее всего, не похожи на ваши. Но вот эти методы вы можете использовать с любыми вашими решениями, с опенсорсными или нет, чтобы улучшить вашу доступность. На этом все. Спасибо. Вопросы? Давай я еще скажу. Вопросы? Ты быстро говорил, что ли? Да. Все понятно было. Все понятно было. Все решения свои, ну да. Ну подойдите, спросите, может работа есть. А вот… Юноша из Яндекса задает вопрос. Привет, спасибо за доглад. Я не знаю, секрет это не секрет, сами данные вы как храните? Ну там в нескольких зонах, в каком количестве копий, вот эти 27 девяток, оно откуда? 27 девяток это было вычисление по цепочкам Маркова, я формулу не писал, потому что, ну что она может значить. Но секрет был как раз в том, что вот эти 27 девяток это эфемерно, и нужно иначе немножко подходить к этому. Где храним? Описано, собственно, в этих статьях. По сути мы реплицируем между зонами, у нас данные есть между зонами. Для новых данных это у нас прямые реплики, для данных, которые уже чуть постареют и рейджер коды на что-то вроде ридов Соломонов, да? Ну, как-то так. Ну, свежие данные там просто в трех копиях, условно говоря, на огольных дисках. Окей, спасибо. Ну, и их не бы копить, очевидно, потому что их забыли. Нет, не их. Окей, спасибо. Спасибо. Спасибо.